Чтобы получить адресную или другую справку в пунктах общественного доступа, достаточно иметь электронно-цифровую подпись. Предполагается, что так называемые поды разместятся в торгово-развлекательных центрах, вокзалах и, возможно, в аэропорту. Для того, чтобы клиенту не понадобилась помощь консультанта, в центрах обслуживания населения предлагают пройти бесплатное обучение, как самостоятельно получить любой необходимый документ. Мы сейчас внедряем планшеты. Люди специально открыли УГОВ-классы. Там обучают людей в электронном правительстве, как человек может получить электронные услуги в доме или через мобильный телефон. Все эти моменты мы отрабатываем, сейчас обучаем людей. Внедряется услуга по принципу «Единый центр обслуживания» – это ЭйЦОН. Например, можно оформить услуги по направлению ЗАГСа в течение трех часов. Также в сфере дошкольного образования. Получение свидетельства о рождении моментально в роддоме. УГОВ-классы уже заработали в Бастандыкском и Алмалинском ЦОНах. Здесь же открыт специальный кабинет, в котором любой желающий может отправить видеообращение руководителям государственных органов и получить на него ответ. Ему выдается талон с уникальным номером. И также дополнительно, как его запросы обработаются, к нему придет СМС-уведомление, либо на электронную почту идет уведомление, и он может подойти в ЦОН, набрать свой уникальный номер и получить свой ответ уже. К слову, доступен еще один новый сервис – это получение справок третьими лицами. То есть любой пользователь, зарегистрировавший свой номер телефона в базе данных мобильных граждан, может запросить четыре вида справок за супруга, маму, брата или сестру в их отсутствии. Согласие на получение документа подтверждается через СМС. Кстати, упрощены еще две услуги – замена водительского удостоверения и регистрация транспортных средств. Теперь, чтобы продлить права, не нужно проходить медицинский осмотр, а для получения техпаспорта на авто – пригонять машину на сверку агрегатов. Для этого вам необходимо будет просто взять талончик у нашего специалиста на рецепшене, который проверит вам налоги, штрафы на наличие. Также вы оплотите при необходимости. И уже без сверки, без посещения ангара, можно будет пройти сразу в операционный зал к нашим специалистам и оформить свое автотранспортное средство. Если раньше технические паспортные номера вы получали в течение двух часов, то сейчас до этого необходимо 90 минут. Кстати, в спецзоне увеличится зона самообслуживания, заменить водительское удостоверение в онлайн-режиме, поставить на учет автомобиль сможет любой желающий и без помощи консультанта. Здесь же можно получить электронно-цифровую подпись и еще свыше 700 услуг и сервисов. Так, с начала года в зоне Connection Point сами себя обслужили 590 тысяч человек. На сегодняшний день в городе Алматы 47 госорганов оказывают 354 государственные услуги. И уже, допустим, процент электронных услуг, вот сколько у нас оказывают, практически у нас превысил 70% на сегодняшний день. Вот, допустим, управление сельского хозяйства, у него на сегодняшний день 32 государственные услуги. Из них вот две государственные услуги по выдаче номерных знаков, по регистрации, допустим, сельскохозяйственной техники, они оказывают через электронный формат и через услугодателя. На сегодня 83% всех государственных услуг можно получить в цонах. Остальная часть перейдет сюда в ближайшее время. Кстати, услугу регистрации очереди в детские сады и школы пользователи уже успели оценить. Мы получили электронно-цифровую подпись в нашем цоне Алмалинского района. И все, и нам сказали, с 15 мая нужно зарегистрироваться, ждать места. И 24 мая мы получили. В принципе, не нужно владеть, не знаю, какой-то, не знаю, сверхъестественной, компьютерной грамотностью, чтобы это все сделать. Для обычного пользователя все достаточно просто, свободно. И самое главное, что они на двух языках служат. То есть, если тебе нужно на государственном языке, пожалуйста, будут на государственном. Ну, если, соответственно, на русском, на русском. То есть, я очень доволен работой ценно и, в принципе, оперативно. Это самое главное. Я пришел снять автомашину, снять с учета и поставить на учет. Мне обошлось где-то около 50 минут. К слову, такие изменения из-за объединения цонов, межведомственного расчетно-выплатного центра и департамента земельного кадастра. Теперь для оформления каких-либо пособий тоже можно обратиться сразу в Центр обслуживания населения. Так, например, сейчас наплыв обращений – это регистрация заявлений на получение нового пособия для инвалидов первой группы с детства. Размер будет составлять 1,05 кратов от размера минимальной заработной платы. То есть, составит 29 699 тенге. Обращаться можно будет уже со 2 июля через Центр обслуживания населения путем подачи заявлений, через портал электронного правительства, а также через медико-социально-экспертные комиссии, где инвалид будет проходить переосвидетельствование. На сегодня в Алматы функционирует 13 Центров обслуживания населения. Ежедневно в каждые из них за справками и другими услугами приходят примерно 4 тысячи человек. Амина Абдрахман, Варашид Чукуралиев, Влад Шишко, телеканал Алматы.